После Алушты мы едем в Ялту. Это, собственно, и была цель нашего путешествия. Спуски такие затяжные очень идут. На улице это еще абсолютно не вся очередь. На 1230 метров. Сейчас мы отправляемся смотреть на бесстрашных людей, которые ходят по лестнице над пропастью. Здесь очень высоко, очень красиво и очень страшно. После Алушты мы едем в Ялту. Это, собственно, и была цель нашего путешествия. Вот это горы. Это да. Вот это уже, конечно, очень высокие горы. Мы едем и удивляемся, как на таких склонах расположены виноградники. Как их вообще обрабатывают на тракторах. Мы не понимаем. Зелени здесь просто все пышет. После нашего Темрюкского района мы здесь, конечно, удивляемся. Подъезжая к Ялте, уже начинаются пробки. Машин очень много. Идем плотненько. Но уже видим, видим самый главный курортный город Крыма. А какие, мама, смотри, справа пушистые сосны. Ой, вот это природа, конечно. Можно удивляться и удивляться. Еще не подъехали к Ялте, а уже впечатляемся. Спуски такие затяжные очень идут. И домики такие маленькие-маленькие. Выглядят на этих, на горах этих расположились. Ой, как уши закладывает. Ну, серпантины здесь хотя бы не такие, как когда мы ехали-то по побережью. А что, от Судака до Алушта тут. Вот это серпантины. Фу, какой огромный город. Ого. Я не знаю даже, сколько здесь людей живет. Но одни такие домики все такие беленькие, светленькие. О, все, Ялта. Это оно. Это она. Приехали мы на Ай-Петре, на канатную дорогу, не спор. Очередь огроменная. Видите, сколько. Сейчас вам даже пройдусь, покажу. Сколько нам предстоит здесь отстоять. То есть на улице это еще абсолютно не вся очередь. Очередь еще внутри здания. Мы уже посчитали, что садятся примерно 30 человек. Ну вот и считайте, может быть, где-то час мы простоим. Время я запомнила, во сколько мы пришли и встали в очередь в 3 часа. Так что, когда уже сядем на канатку, то я скажу, сколько у нас затратило вот это вот все. Вот очередь огроменная. Стоимость подъема на канатку 300 со взрослого, с детского 250. Но обратите внимание на режим работы. Нижняя станция работает с 10 до 4, а с верхней станции можно спуститься до 5 вечера. А тут очереди очень большие. Мы уже тут думаем, успеем мы или нет. Очередь даже внутри. Мы ждем. У нас перед нас закрыли дверь. Итак, мы простояли в очереди полтора часа, чтобы попасть вот сюда. Следующий вагончик едет наш. Это, наверное, средство термометрия. 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 И бесполучат. Термометрия проводится все, кто происходит на дискуссию. И мы не сходим. Потому что облики на нашей cleansing. Учился. 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 Модопель тогда он. Люди выходят с другой стороны, но мы будем доходить твяты. Учился от 2 часа. Учingen. Учения. Учился. Учился. Так что, друзья, пробуемся с вами на гору Айпетри. Сейчас наш вагончик будет набирать скорость. И скорость движения будет на первом участке в 6 метров в секунду. Поехали постепенно меняться. На смену широколистовому лесу придет высокоствольная Крымская сосна. Это все территория заповедника. Вот как выглядят живописные склоны горы Айпетри, на которую мы с вами сейчас и поднимаемся. Впереди у нас с вами будут две опоры, которые поддерживают Канаду. Проходить через опоры будет очень здорово, потому что это будут такие небольшие для вас качели. Так что готовьтесь. Ничего страшного не будет, не переживайте. Будет просто интересно. В сумме протяженность Канадной дороги, друзья, почти что 3 километра. Сейчас мы движемся к средней станции с названием Сосновый гор. Находится эта станция в окружении высокоствольной корабельной сосны. Поэтому у нее такое название. Вот мы проходим первую опору с вами. Какие качели, здорово. Пролетаем от виноградника. Из моей группы ребят, кто меня внимательно слушал в автобусе, кому принадлежат эти виноградники, какому заводу? Совершенно верно. Это все виноградники Массандра. Напоминаю, все виноградники от Фороса до Судака, которые вы увидите на склонах Крымских гор и на побережье, это все виноградники Массандр. На встречу нам идет такой же вагончик. Вагончики не просто желтого цвета. Это позволяет операторам в условиях низкой видимости, в туман, лучше эти вагончики пилить и контролировать продвижение вагончиков по линии. Потому что по своему усмотрению, допустив сильный ветер, операторы замедляют движение вагончиков. Сейчас мы будем с вами проходить вторую опору и впереди уже станция Сосновый Гор, где мы будем с вами делать пересадочку. А после пересадки нас с вами ждет самая длинная безупорная линия в Европе. 1670 метров канаты просто висят в воздухе и не единой опоры. Это уникальное инженерно-техническое сооружение. Подобные канатные дороги используются для мероприятий с очень сложным рельефом и с очень резкими перепадами высот. Только вдумайтесь, за 15 минут мы с вами преодолеваем набор высоты почти в 1000 метров. Мы стартовали со станции Мисхор с высоты 86 метров, а поднимемся на плотной петли на высоту 1153 метров. То есть действительно за 15 минут всего лишь будет идти целая тысяча перепад высоты. Поэтому, возможно, у кого-то из вас может закладывать куши, потому что меняется давление. Поэтому нет абсолютно ничего страшного. Здесь у нас будет с вами, друзья, пересадочка. Ваши билетики вы здесь покажете и урожник заберут. Мы будем пересаживаться в другой вагончик, который нас со скоростью уже 8 метров в секунду поднимет непосредственно на гору Альбетра. Мы здесь по пересаживанию. Мы здесь по пересаживание. Праздно. Праздно. Будешь тут? Видишь станцию? Ты иезжаешь? Мы виси в веревушке. Антон, надо так же встать. А? Так же. Так же. Дальше далеко, и высоко. Папа, пока мы будем другим видеть. Ой! Это со стыковского. Значит, мы уходим в ту сторону. Не спешите, ребята. С детками, ребята, пройдите туда в уголочек. Когда вагонщик придет, вы зайдете вместе с остальными районами. Что? А он здесь, как? Сгуба задача. Выграем. Уважаемые пассажиры, убедительно просим не снимать маски с лица до завершения поездки. На территории канатной дороги действует строгий масочный режим. Начинается самая увлекательная часть путешествия по канатной дороге Мисхор Айпетри. Именно второму верхнему участку канатная дорога обязана своей уникальностью и популярностью. Это один из самых длинных в Европе безопорных участков подвесной дороги. На протяжении 1670 метров, который предстоит преодолеть вагону при подъеме на плоту, нет ни одной опоры. Верхняя станция канатной дороги Мисхор Айпетри расположена на отметке 1153 метра. А вершина Айпетри возвышается еще выше, на 1234 метра над уровнем моря. Сначала вагон медленно выходит из станции и плавно плывет среди крымских сосен, которые выстроились в ровнутые ряды, словно часовые. Однако постепенно вагон набирает рабочий ход, словно умывает вверх, оставляя далеко внизу участокой деревьев, который превращается в пушистый зеленый ковер. Казничная точка путешествия – гора Айпетри. Однако стоит заметить, что эти скалы, которые ждут вас впереди, также необычны и удивительны, как и сама канатная дорога. Вершина Айпетри – это не просто местная достопримечательность, это бывший коралловый риф. Дело в том, что около 200 миллионов лет назад вся территория Крыма была покрыта водами древнего океана Тетис. Перемещаясь, континент непередно вытесняли океан, но постепенно опускалась, увеличивая площадь суши и создавая новое мелководье, в условиях которого снова и снова нарастали кораллы. Так возник этот мощный коралловый риф. Теперь он стал неотъемлемой частью суши, крымских гор и украшением южного берега Крыма. Верхний участок канатной дороги построен по такому же маятнику, к принципу, что видишь. Ровно на середине пути наш вагон встречается с вагоном, идущим в противоположном направлоне от верхней станции к зрению. Обратите внимание на его скорость. Кажется, что он проносится мимо, но на самом деле он движется с такой же скоростью, что и этот вагон. 8 метров всего. Слева, по ходу движения, открывается вид на субинитую гору кожу. Своё название она получила из-за необычного вида, напоминающего о чертенке этого животного. А еще гору кожу называют хранительницей истории Крыма, так как здесь находится самый крупный на всем полуострове могильный памятник и остатки самого древнего всего мира. Справа по ходу движения хорошо просматривается живописная гонусообразная воздушность. Это гора Могай. Ее высота 804 метра. Некоторые говорят, что это потухший вулкан, но это всего лишь мир. Магаби, так же как и окружающий город, полностью состоит из известняков. За Магаби на побережье виден лето, знаменитая гора медведь. По сути говоря, во время путешествия по канадной дороге можно увидеть практически всю большую Ялту. А слева хорошо просматривается стыльность для коротких южного берега Крыма айпеттинские зубцы. Они состоят из четырех крупных в 15 метрах и множество мелких пиков, и являются результатом процесса поведения. Благодаря своей выразительности и узнаваемости айпеттинские зубцы стали одним из символов с южного берега Крыма. Их очертания нередко можно увидеть на фотографиях, открытках и даже картинках знаменитых художников. Обратите внимание, при входе в станцию угол подъема канада по отношению к скале составляет 46 градусов. Кажется, что вагон вот-вот коснется каменистого склона. Виндзе Виндзе Будете кататься на ушле? Нам лошадки! Нам лошадки, будете кататься? Будете кататься? Сколько народу! Стекла? Витя Ого! Вот это вид! Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, на вершине Ай-Петри, действительно очень холодно, 10 градусов, но виды шикарные. Эмоции переполняют меня, просто нужно приехать и своими глазами это увидеть. Народу очень много. Внизу было много на подъем, и здесь тоже на спуск очень много людей. Наверху есть магазинчики всякие, можно что-то купить. Кстати, вот эти кофты, они были куплены здесь, они теплые, так что спасают. Очереди просто огромные наверху. Тут вот так вот все змейкой, очередь из людей. Здесь очень холодно, поэтому внизу находиться даже, ждать очереди гораздо проще. Там тепло хотя бы. Что вообще наверху? Парковка, где оставляют машины те, кто поднимаются по серпантину. Есть всякие кафешки. Вот они, вот они. Можно покушать, если вы проголодались. И много таких именно смотровых площадок, где можно постоять, посмотреть. Ну и вишенка Ай-Петри, это мост над пропастью. Люди отважные, вот там вот, вдалеке. Купили чебуречек. Хрустяще, сейчас согреемся. Здесь вот наверху есть вот такие всякие разные интересные ряды. В основном все теплое, такое, что можно купить тапочки, всякие кофточки, шапки. Интересно идти и смотреть на это. Жилетки всякие. Варежки даже. И завчины. Мне нравится, да? Там мальчики не маленькие. Теплое, конечно, классное. Но вот как малинка. Хорошо. Вот такой вот кофтан, как это называется. Теплая куртка. Вот такую вот теплую куртку мы купили с оленями и с медведями. Мне очень тепло. А те кофты, в которых мы были, они не такие теплые. Это вот призовчины. Ой, как хорошо. Стоит она 2 500. Уважаемые гости. Но теплая, конечно. Цель в защите от распространения коронавирусной инфекции. Для тех, кто мерзли, для меня я мерзлячка. Я буду ее носить. Пассажиры канатные дороги. Пассажиры канатные дороги. Пассажиры канатные дороги. Пассажиры канатные дороги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ходят по лестнице над пропастью на вот такой вот высоте, в такую холодину я бы туда точно не пошла. Там еще и ветер, наверное, такой очень сильный. На экстремалов посмотрим. Точнее, на тех, кому в жизни экстрима не хватает. Вот такой вот здесь подъем. И мы, знаете, идем и думаем, неужели вот здесь столько посещают каждый год туристов, и все еще не придумали сделать лесенку, чтобы люди шли комфортно, удобно, чтобы по этим булыжникам не скакать. Странно, конечно. В лесу так темно-темно. Ой, какие виды. Да, красиво. И люди катаются с большой скоростью. Мы на вершине. Здесь очень высоко, очень красиво и очень страшно. Фух. Даже страшно подходить. Ох. Все фотографируются. Высота 1234 метра. Ох. А вот и люди бесстрашные, которые за ограждения заходят. Вы не ходите. А вот и люди, которые заходят 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 заход Мы подошли к тому самому мосту, по которому все ходят. К сожалению, я не успела даже заснять, как люди по нему идут, потому что они уже закрылись, они работают до какого-то определенного времени. Но это страшно. Страшно смотреть на этих людей, которые настолько отважные, такие экстремалы. Вот оно все. И там обрыв. То есть сам маршрут состоит из двух частей. Сначала ты выходишь оттуда, преодолеваешь первую пропасть, а затем преодолеваешь вот эту вторую. До того, как мы поехали сюда, на Айпетре, меня спросили, ну что, пройдешься по этому мостику? Я такая, может быть, почему нет? Я сюда приду и решу, захочу я или нет. Знаете, сейчас я сюда пришла, как-то пока не хочу, пока я на это не решилась, и, наверное, не решусь. Внизу, казалось, все гораздо проще, а когда ты оказываешься вот здесь, вот ты, вот на этом самом месте, то решиться тяжело. И задаешь себе вопрос, а тебе действительно это нужно? Мне кажется, в моей жизни и так достаточно много экстрима, всяких путешествий и прочего, чтобы я еще ходила по этому маршруту. Не знаю. Напишите в комментариях, смогли бы вы преодолеть вот эту вот пропасть. А возможно, вы уже это и сделали. Жду вас в комментариях. Мама. Как тебе? Красиво. По температуре. Да, но красиво. О, классно. Своикие виды. Поподходить боюсь к коллег. Страшно. Самушеншие люди, которые там ходят, мы пойдем к канатам. Очень страшно. Но очень красиво. Очень холодно. Ну, красиво. Воздух свежий. Но холодный. Свежий. Ну, мой, тебе как? Ой, классно. Вообще супер. Как сказки. А как по теплоте? Ну, сейчас мне тепло. Вот сначала, когда я была просто в легкой одежде, я заверзла. А сейчас нормально, комфортно. Так что надо тепло одеваться. Ну, мы же не планировали сюда подниматься. Для тебя вообще сюрпризом оказалось, что Рома нас повел на... Это точно, да. Айпетри, да, Рома? Да, сюрприз. А вечером-то уже очередь рассосалась. Оказывается, они работают до последнего отдыхающего. Так что подождем и поедем вниз сразу к машине. Мы решили, что не стоит спускаться на автобусах, потому что там очень сильный серпантин и укачают, потому что меня вот укачивают дороги, поэтому не будем рисковать. Стоим здесь, ждем. Вечером мы заселились в то место, которое осмотрели днем, которое я нашла на авито. И здесь все более чем скромно. Я еще покажу условия, которые здесь. Ну, собственно, на троих вот такая вот небольшая комнатка. Мои самоделки. Ну, посмотрите, что я сделала. Здесь не было штор. И я повесила. Ну, как бы приватность нужна везде и всем, поэтому окна. И я не хочу, чтобы на меня кто-то ходил и смотрел. Две, получается, кровати настроя. Мы переспим и завтра утром, собственно, поедем. Здесь туалет общий, душ общий. Есть кухня, если надо готовить, но мы готовить не будем, потому что мы здесь просто переспать. И даже не 900 рублей у нас по цене вышла, а 1000. Так что да, извините, это небо и земля по сравнению с тем, что мы снимали вчера. 3 500 условия и 1000 рублей. Но это в центре Алушты. В принципе, если снимать в центре, то можно найти такие дешевые варианты. Чтобы переночевать ночь, я думаю, это нормально. Потому что вот мы сейчас пришли в час ночи домой. Приехали с Ялты. Просто хочется вот так вот завалиться на кровать и спать. Давно я не бегала. после душа по холодной улице. Помылась. Это вот вход в дом. Там мылись, есть кухня. Мы приехали в центр города, ровно в то место, где мы были год назад. Покажу вам здесь, что есть, по каким ценам. Все смотрят, как зрители в кинотеатре на море. Мы самое сладкое оставили на потом. Здесь очень уютно. Уютно, да. По таким улицам даже кто-то более, наверное. А на экскурсии еще и узнаем историю этого места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова